Для выпускников 2020 года самый трогательный момент их школьной жизни в выпускной пройдет совсем в непривычной форме. Это касается и самого ответственного момента в жизни будущих абитуриентов. Приемная кампания, вузы и другие учебные заведения пройдет в иные сроки. Подробнее расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Выпускница 11 класса Екатерина Коваленко мечтает связать свою жизнь с экономикой и финансами. Сейчас школьница выбирает университет и готовится к сдаче экзаменов. Каждый университет сейчас проводит активную кампанию по агитации выпускников. Проходят различные онлайн конференции. И сейчас активно меняется информация о сроках поступления, о формате поступления. В этом году мы не можем очно отдать документы и прийти проверить каждую бумажку. Мы будем обязаны сделать это все при помощи ноутбука, компьютера в формате онлайн. Заложником ситуации стал и Ян Ворошилов. Выпускник не так давно посещал экскурсии по вузам и уже выбрал таможенное дело. Как признается Ян, привлекла романтика профессии. В своих силах парень уверен. Я всегда уверен в том, что я готов что-то написать, по крайней мере на проходной бал. Но все равно, учитывая то, что экзамены перенесены и даты немножко смещены ближе к началу уже осени, времени еще предостаточно и подготовиться еще на более лучший результат, время есть. Это уже все зависит от самодисциплины и уверенности в своих силах. Мария Саровенко ближе творчества, поэтому девушка выбирает между журналистикой и филологией. Сейчас Мария ведет активную подготовку к сдаче ЕГЭ, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию. На самом деле это очень тяжело не только для нас, но и для преподавателей, потому что им пришлось осваивать очень много новых форматов для подачи информации. Это действительно сложно, но мы учимся, мы стараемся. Я продолжаю ходить к репетиторам и спасибо всем площадкам, которые делают обучение бесплатным, подготовку к ЕГЭ. Это действительно выручает. Новый календарный план проведения экзаменов уже сформирован. Так, 29 и 30 июня пройдут предварительные пробные экзамены. Очный этап сдачи ЕГЭ начнется 3 июля и продлится по 23 июля. Также по всем учебным предметам будут выделены резервные дни 24 и 25 июля. Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в экзамене в июле, будет предусмотрен дополнительный период проведения ЕГЭ в августе. Как и всегда, прием во все вузы будет осуществляться на основании результатов ЕГЭ для выпускников школ образовательных организаций и по результатам вступительных испытаний для выпускников прошлых лет и для выпускников СПО. В этом году сроки работы приемной компании конкретные не определены. Это будет зависеть от того, когда будут проведены и предоставлены результаты ЕГЭ. Вообще, старт работы приемной компании, он не изменился. Он стартует, работа приемной комиссии стартует в САФУ 20 июня. В связи с коронавирусной инфекцией университетам приходится вносить изменения в правила приема абитуриентов. Поступающие в 2020 году будут подавать документы в электронной форме через личный кабинет на сайте ВУЗа. Необходимо будет заполнить заявление в электронной форме и приложить электронные документы, паспорт. Также документы, подтверждающие особый статус абитуриента, особый статус – это дети, сироты, инвалиды. Документы, подтверждающие индивидуальное достижение, документы, подтверждающие портфолио, участие какие-то активное. Документы об образовании прикладываться не будет. В этом году документы об образовании абитуриенты будут предоставлять оригинал после зачисления. В этом году САФУ для организации приема абитуриентов выделил 3393 бюджетных места. Из них по программам аспирантуры – 83 места, магистратура – 680 мест, бакалавриата – 1985 мест, специалитета – 127 мест и на среднее профессиональное образование – 520 мест. Также САФУ организует различные вебинары и онлайн-консультации для абитуриентов и их родителей по решению вопросов поступления. Вебинары, они уже проводятся, вебинары о порядке приема поступления в САФУ. Здесь я хочу особо отметить о том, что филиал в городе Наринмаре совместно с филиалом в городе Северодвинске мы организовали онлайн-конференцию «Родительское собрание» для выпускников образовательных организаций Ненецко-автономного округа. Эта конференция будет проходить 3 июня в 18.30 и 5 июня в 18.00 часов. Добавлю, подробную информацию по поступлению можно получить по номерам телефона, которые вы видите на своих экранах.